всем привет привет зашла с утра в теплицу дождь прошел я с утра уже вот такая часа два нарядные сижу дома за компьютером читая ваши комментарии отвечаю на комментарии дождь пошел все пришлось сидеть а так прям думаю о точки хорошо пошла и высаживать рассаду сейчас буду высаживать смотрите уже фасоль какая большая уже прям край я обула сапоги резиновые и пойду в огород сырой огород но что делать надо уже высаживать иначе перерастет потом болеть будет помидорки цвести начали вот она опять красота вот как прихожу на начинает я же и утаскивала курочка видимо еще одна есть либо это же прискакала вот пугает прям из-под ног раз так резко ладно буду выкапывать и пойду высаживать 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 друзья я узнать что хожу хочу сказать так приятно ходить по этой шелухи из-под грибов просто супер земля не наматывается на сапоги прям хорошо сегодня земля сырая я высадила фасоль в рядочек сделала еще то у меня должна возойти поскольку этот сапог видите семечко отваливается так то бы конечно и дорожки бы все засыпать это было бы мило полола сегодня и дождь меня выгнал вон туча какая если он то сильно идет то опять перестает я то забегаю в дом то выбегаю вот так сегодня работаю пойду чаю попью и вам про пряники расскажу из светофора заварила чай зеленый пока заваривать верни закинула туда мешочек пакетик пока заваривается расскажу про вот эти пряники из светофора они мягкие прям удивительно мягкие вот видите как они прям крошится вкусные вот ничего не говорю вкусные но там скорее всего не мед ароматизатор меда и его столько положили что ну видно это сразу чувствуется что это не мед прямо сэкономили на меде ароматизатора положили прям очень много с несладким чаем можно я хочу сказать что больше покупать не буду такие пряники мы конечно съедим это не вопрос но вот этот привкус ароматизатора меда это знаете когда от мыло делаешь в мыло можно же и побольше положить также ароматизатора чтобы вкусно пахло это я мало к не потому что экономила потому что не чтоб сильно на всю ванну или на весь дом чтоб не пахло вот такой светофор не знаю в обычных магазинах такие продаются или нет пряники в такой упаковке ну вот светофоре брать точно не будет вообще светофоре мы берем сейчас покажу что берем я теперь пожалела что мало взяла вот у меня тряпочки есть это и светофора микрофибра цвет такой идеальный вот они у меня лежат на раковине и вчера специально хотела купить еще пару упаковочек я их стираю и стиралки вручную всяко-разно намочила одну и там протерла допустим раковину я сразу еду ее намыливаю и стираю на улицу вешаю то есть они меня так вот не лежат если мокрые то не лежат это сухая единственный минус такие чайные пятна пятна от чая остаются не простирается надо уже отдельно что-то отбеливать не отбеливать а тогда тряпочки просто мне понравился вчера пошли светофор а там ярко-красные ярко-зеленые и ярко-синие такие голубенькие спокойных не было следующий раз буду знать что надо брать сразу побольше вот дождик меня загнал домой я полола вон там за ирисами там не трава по колено я там ничего еще не высаживала я там планирую птицу еще взять и для уток либо индюков либо уток и для них трава это оставляет но за ирис ирисами там не ой кто не скажите ту и стоят там у меня голубика два кустика там слива там тюльпанчики общем я сейчас траву рвала и вон туда далеко к забору так так-так-так-так вон туда утаскивала михалыч разобрал корабль наш и будем сделать здесь ну типа знаете детский сад утята цыплята вижу на авито объявление звоню уже продали опять вижу объявление звоню продали не могу караулить хочется индюшат может быть гусей но не знаю гуси шумные все таки и у так точно вот утки точно шипуны будут а вот насчет гусят я еще подумаю скорее всего это будет индюки я вам покажу наш закат с огорода солнышко уже не видно дождь обещают завтра много дождя завтра хочу съездить михалыча зову он только за ему лишь бы ехать куда-нибудь съездить в диску их нет не динскую в титровку на рынок за рассадой помидоры и перец я в этом году перец вообще не сеяла вернее сеял и он не взошел и завтра посадить под дождик рассаду вот так сделать много корней не буду брать наверное по десяточку того и того так чтобы было как говорится потому что на рынке все время продают все лето и все осень и недорого и помидоры и огурцы и перец так что немножко куплю и все сегодня я покажу вам вы еще не в курсе вот здесь трава это я оставляю как раз выгул будет вот такие сходни вот так будет сходни для уточек либо то есть сначала будем здесь их держать это будет домик такой часть будет зашита часть будет сеточка и потом здесь им выгул еще делаем траву здесь не стала убирать пусть она так и будет они потом все съедят здесь сегодня прополола и буду копать высохнет все когда ископай все здесь зашла у меня только я так поняла одна морковка вот она помните и сеяла феврале что ли 1 так ну-ка ну нет больше нету ни одной палочки беру все скопаю либо разрыхлю просто высохнет завтра завтра не дождь до посадила сегодня есть календулу вот так она будет вместе со сливой расти очень сыро тут когда дождь идет то вода вся стекает куда со стен и тут прям болото получается и здесь точно так же с теплица стекает болото поэтому все это насыщается водой здесь такая сырость ну в бездождливую погоду здесь нормально а когда вот дождик то конечно не очень ага вот сейчас я увидел сегодня тут полола а сейчас смотрите что увидел опять хмель это я сейчас вырву с корнем вот он везде сеется все с корнями его выдрала курочкам час кину и сегодня кури закидала травой сколько много хотя они гуляют по саду завтрак видимо выпускать не буду пусть они тут траву все едят а ну и покажу смотрите смородинки сколько много уже уже ягодки казалось бы да только цвело все уже ягодки во все так что будет урожай а здесь уже моя ромашка собирается цвести чему я очень рада тюльпаны помните я садила когда я их садила я их садила феврале тоже однако или январе не помню они просто взошли свести понятно не будут ящики помните делала это зимой ну пусть на следующий год будет кучка тюльпанов тут у меня голубика тоже завтра буду все перед ой не завтрак дождь пройдет буду все перекапывать и голубика у меня два кустика в прошлом году покупала они прям такие хорошенькие добротные и вот один уже цветет кустик будут штук 6 ягодок 5 ну и посмотрю в youtube поучусь как надо будет ее размножать черенковать кто-то пишет что можно даже ягодками то есть покупаешь ягоду голубику ее сеешь и все и вот тебе рассада голубики в этом видно нет да дойду теперь же мне хорошо тут ходить дойду правда как приятно по этой шарухе ходить я кстати небольшим слоем замульсировала капусту кто-то сегодня написал и сейчас прочитала буквально мельком еще не отвечала что надо было подождать когда перегниют вот эти семечки ну что есть то есть те мы будем мульчировать а здесь я посыпала все золой потому что стояла все это у меня росло в теплице видите уже кто-то кто-то дырявит во всю поэтому показала и посыпала и вот завтра мне видите совсем все пусто завтра хочу перец помидорки купить и посадить но не по 10 корней по 20 наверно сделаем а там арбузы дыни кабачки еще куда-то надо воткнуть потому что курочками кабачков много очень высаживаю чтобы у них были михала сегодня напилил уже сюда брусков все замерил все сделал только нужна погода и собрать вот так конструктор уже так придумали сделать типа цыплятника ладно пойду дальше опрыскивать дождь собирается только завтра хочу тучки ходят ой это я наступила посолить на рычажок вот так поливая это от клеща тиовид джет потому что посмотрела у нас крайне уже прям с клещом вот они в прошлом году первые заболели то ли они как-то называется хроническое у них заболевание но будем бороться я теперь химию не боюсь честно говорю потому что я сейчас это сделаю а до урожая еще далеко далеко все это смоется вымоется дождями хотя этих обработок нужно делать несколько омывать листики все клубнику я никогда не обрабатываю ничего не делаю с ней она нормальная виноград конечно яблони приходится от ли от клещей иначе вот как первый год мы были без винограда вернее жалко было что он весь больной был и дождусь сухую погоду надо будет уже прореживать видите двойные черенки есть ли как веточки ой забыла как называется рукава нет не рукавах вот так я сейчас объясню один из них надо будет выломать оставить там у меня спрашивали комментарии тоже что приехал переехали и у них виноградник в плачевном состоянии ну я не специалист я тоже учусь вот мой учитель давид вертян и также смотри витали ореха он по деревьям очень доступно очень грамотно объясняют а молодцы я говорю не было без ютуба чтобы мы делали так так щуки всякой заразы хватает у нас на алтае михалыч высаживал виноград тоже ему это все было интересно изучал закапывали на зиму все делали очень кислые сладости не набирать мой какой закат красивый сладости не набирает не хватает ему лета видимо жарко хотя многие до занимаются видны виноградовство на алтае особенно в степи в алтайском крае не в республике алтай в алтайском крае там все же солнечные дождей побольше в республике алтай там горы и побольше осадков дождей побольше а виноград и солнышко вот так я прям радуюсь когда так лечу мне уже теперь все понятно стало как обрабатывать пишу все себе в блокнотик то что вы кстати советуете я тоже себе записываю вы не думаете это же это все воплощаю потому что у вас опыт видимо побольше а я еще новичок в этом деле здесь у нас все хорошо но для профилактики тоже можно розы я уже обрабатывала сейчас только плодовые деревья о кстати сейчас покажу подействовал препарат из светофора он видите да это я на один раз только обработала и уже привел хмель а то он прям вот через забор тут кустился так и еще расскажу вы же не в курсе на немножко сегодня это показывал вот это место у нас тоже будет курятник выгул для курочек так что мы будем расширять свое хозяйство потихонечку помаленечку а яйцами будет маша торговать слышь маша в квартире все-таки в городе яйца по востребовании чем чем у нас в станице как раз как раз хватило вот видите у нас черешня она уже это мы вторую черешню высадили в прошлом году одна погибла в июне я как раз новосибирска приехала я думала михалычу не поливал на него наехала это касса видите вот она сама по себе вот она болит я ее опрыскивала также как персики скором всяких клещей вот как раз как раз и тебе хватило не знаю примется нет прям жалко конечно у нас одна черешня большую черешню мы срезали потому что она каменью истекал и у нее высохли все ветки тоже она буквально умерла ему дебочка стоит в прошлом году посеяли мусенька ты пришла ты пришла моя девочка вот дебочка стоит чуть повыше мы в прошлом году посадили черешню тоже чтобы но обновить она у нас погибла в июне месяце мы ее выкопали давай давай польем все закончилась можно немножко водички налить на донышко и промыть и еще полить вот у нас яблонька стоит все у меня молотки забежали молотки отпустила я сегодня не утерпела в сад бегали они там паслись вроде сильно большие куры их не обижают нам но одна-две может быть задираются а так дружненько все хорошо а вон на молотку у меня ходит цвет 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 цветонька видите бегает вон она ищет где бы и зайти не сообразить не может что через здесь надо заходить солнце все ниже ниже опускается и красота хотела вам вишню показать вишни будет не очень много но как прошлом году наверное так же то есть цветов много а самих ягодок поменьше а вот груши грушу очень много мы в этом году будем с грушей михалычку давай сушилку свою будем заготавливать на компоты вот они ой не знаю вам видно нет вот они грушеньки видите их много-много-много не знаю дерево выдержит нет должно выдержать кстати грушу мы ничем не обрабатывали никогда она и высокая и тут вот вон никаких червей ничего нет что моя цыпанька ку-ку-ку мы кстати с михалычем покушали уже поужинали еще часа два назад я его поила вином своим пробовали дегустацию проводили по фужерчику налила что забежала она все да нету я по фужерчику налила михалыч одобрил а то он пьет коньяк тяжело ему дается он ну как пьют 100 грамм раз в неделю вот сказал вино отличное то есть он меня похвалил давай и говорит объемы больше делай я говорю кто пить то будет объемы больше по фужерчику выпили раз в году и все так ну давай моя цыпанька давай ой молодец все забежала все малышка заблудилась что ли тебе дальше у тебя квартира дальше все весна наступила вернее даже лето уже наступило и аленка вам будет показывать красивые закаты красота какая все цвета радуги собрались на сегодня заканчиваю а нет подождите вот так я на лестнице тут сижу на сегодня заканчиваю свой влог так извините лохматая весь день была в платочке всем пока пока и до новых встреч вашей аленкой михалыч пока пока друзья самое главное не сказала вчера когда с длинной прогулки своей по станице я вернулась домой я захожу к михалычу в кабинет сразу и говорю михалыч слушай я сегодня поняла что мне нужен срочно велосипед он так наушники снял посмотрел на меня и говорит а давай купим и все и выписал мне велосипед кама который без рамы но потом покажу на небольших колесиках такой как мне надо вообще кто нас смотрит только с краснодарского края тот не знает что у нас велосипеды были всегда и последние велосипеды были спортивные такие мы постоянно с милых с михалычем гоняли на конец города катались эти велосипеды мы конечно же оставили там на алтай зачем мы сюда везти там дети подрастают дашка любит у нас на велике кататься и максим тоже не знаю если время у них конечно есть кататься для катания вот а сейчас так как возраст уже не такой спортивный вернее сейчас я еще могу а вот на следующие года там пятилетки если рассматривать то конечно лучше маленький велосипед без рамы потому что здесь по станице бабушки просто катят велосипеды вот эти тяжелые уралы с рамами большие такие мужские велосипеды навешивают на руль там сетки свои авоськи корзинки в корзинке складывают хлеб ну покупки свои и катят потому что уже кататься они сами не могут а я думаю что без рамы я смогу долго 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 еще кататься так что Михалыч выписал стоимость у него около 12 тысяч то есть в принципе не так дорого те спортивные велосипеды они конечно подороже стоят но мне их не надо я не спортсмен там едешь кверху попой руль внизу попа вверху и на спортивных велосипедах там сидушка не для моей задницы извините за вооружение а вот на салюте на каме там нормальные сидушки сиденья имею ввиду и возьмем какую-нибудь корзинку купим и туда пришпандорим к рулю и у меня будет велосипед с корзинкой либо сзади на багажник тоже можно будет прицепить так что я счастлива как тот подштален Печкин велосипед придет примерно 4 мая и я буду на колесах вот теперь точно всем пока и до новых встреч до завтра